Да, конечно могу. Теперь я точно в танке. Зачем убил опиранию мою, а? Настя, ответишь? Главное, чтобы это не закончилось, как с академиком. Настоящий тест-драйв BMW X5M. У меня сердце крови обливается. Я прямо это чувствовал. Крутое, это то, что мы сейчас с большой командой блогеров поедем в Минск на День танкиста. Это World of Nights, я варгейминг. Вот и все. Дебилы, как мне не жалко машины. Давай, Вала, не дрогай, не дрогай. Сейчас зацеплю как бы. Давай, давай. Все, я заинфиксирую. Я знаю, как надо зацепить. Сейчас вот так. Ваня, она катится. Давай, давай. Короче, ребят, смотрите, Царев звонит. Санек, здорово. Здорово, как ты? Отлично. Снимай ему слово. У меня Миндровер, а поговорили, что как с Миндровером нужно кататься на BMW. Ты же с Бахой общаешься, ты можешь у них BMW X5M взять? Да, конечно могу. А ты приехал на Украину? Да, приеду. Только как? Главное, чтобы это не закончилось, как с Академиком. Давай, Миндровер сам. Давай, ты трос. Трос взял? Да, трос у нас уже отличный, трос есть. Короче, поедем к Цареву, посмотрим, что он там делает. Что за трос у него? И заодно проверим, как X5M на бездорожье. Настоящий тест-драйв BMW X5M. В общем, приезжаю я домой. Не было у меня две недели. Рыбки плавают. Морю, что-то не так. Настя мне говорит, я сегодня рыбок покормила, но что-то они не особо есть хотят. И тут я вижу, что лежит голова обглоданная пираньи. Ты зачем убила пиранью мою, а? Настя, ответишь? Ты их не кормила. Ты забыла? Пираньи такие рыбины, при этом странно, что они от странцев не убили. Они начинают есть самих себя. Я так понимаю, съели самую старую пираньи. Потому что вот их две осталось, а было три. Вот так, а вы спрашивали, как там пираньи? Все, что осталось от пираньи. Жесть. Субтитры сделал Dron опять за ***. Как его поймать теперь? Короче, опять дроны херачил. Здарова, Саня. Привет, парни. Благернем немножко? Да, хайпанем немножко. Ну что у тебя здесь? Все нормально. Дрон третий раз уже убиваю, он неубиваемый был. Давай, давай, что ты? Все хорошо будет. Слушай, днедорога. Все. Ну вот с окном и все. Сань, трос есть? Конечно. Так, пацаны, контент весь лицензирован, если что. YouTube это свободная территория, ты должен знать. Покажи, ты не магия, короче. *** смешно, да? А у них там *** жесть. Хоть я с не магией не очень *** в хороших отношениях, но ребят жалко. Чуваки попали. Ребят, сразу видно, что я неопытный оффроудчик. Во-первых, одет неправильно, а во-вторых, я уже обгрызнею всех. А у нас машина не закончится таким образом? Нет, как бы, причем я ему кричал. Таборат был, да? Ну, как был? Он и есть. Спасибо, Олег. Камера лизала здесь, по своими тапочками. Да, вместе с квадрокоптером своим. Вместе с коптером. Как это жених. Ты сейчас примерно на 200 тысяч попал. Давай, давай, давай. Ох, сейчас тросом *** баллы когда-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совсем недавно компания DJI выпустила новый дрон, так называемый селфи-дрон Spark. Привезла мне его компания Copter Time, ссылочка будет в описании, кто захочется такой приобрести. Скрываем, я не буду приводить какие-то технические характеристики и прочие-прочие вещи, потому что обзоров в интернете очень много. Просто скажу, что этот дрон летает 16 минут. Его можно запускать без пульта. Есть два вида комплектации с пультом и без. У меня без. В такой вот он коробочке. Та-дам! Смотрите, какой малыш. Буду его сравнивать с дроном, на котором я летаю уже почти год. DJI Mavic. Очень хороший дрон. И недавно я его, кстати, в столб со всей скоростью влепил боком. И при этом сломалась лопасть, но он не упал и долетел до меня. Лопасть я поменял, он летает дальше. В Spark'е подвес очень мощный. Он не боится таких вещей, как бросание в рюкзак. Его можно всегда брать с собой. И он запускается при помощи телефона. Мавик, он пролетит. Короче, тут вообще жесть. Так, ребята, вот смотрите. Сейчас он запоминает мою руку. Запомнил. И я могу повелевать им рукой. Я могу ему сказать, чувак, ты можешь отлететь чуть подальше? Чтобы сделать фотографии, нужно сделать так. И он меня фоткает. В общем, здесь очень много функций. Сейчас я попробую записать короткое видео. Это фоточка. Сейчас попробуем актив трек использовать. Все, вот теперь он идет за мной. Потерял. В общем, управляется он так же легко. Короче, вот такая забавная игрушка. На самом деле, мне кажется, идеальный подарок для мужчины, для ребенка, для парня, для кого угодно. У него есть защита продается. Можно летать дома, где угодно. При этом пропеллеры, как вы видите, они не зафиксированы. То есть, даже при попадании по пальцам будут небольшие просто синяки. То есть, вам не отрубит палец. И это не такая опасная игрушка, как предыдущие фантомы. Однозначно, брать с собой в отпуск куда угодно, если не хотите тащить большой мавик. Хотя, в принципе, он не такой уж и большой. Здесь тоже множество всяких функций, но у мавика, конечно же, все это покруче. Вот, а сейчас я вам покажу вторую вещь, которую я очень ждал. Я прямо это *** чувствовал. Ты прямо... А МК вытягивать не хочешь? Когда ее воздавать? Когда ее воздавать? Во вторник. Это координаты, извините себя. Ы-Э-Э-Э! Вот и всё. Санёчек, ну что будешь делать? Если честно, начинай немножко понимать, что эти ребята каждую неделю собираются загонять машины в грязь. Какое-то удовольствие в этом есть. Сначала думал, что он дебил, и как ему не жалко машины. Саша, ты сам интересный пропустил. Да? Да. Я тысячу раз так делал. Царёв предлагает проект по этой херне. Не переживай. Жалко, б***ь, не. Говорит, ну Царёв просит, чё? В смысле Царёв просит? Лаван, ты дурак? Не надо, б***ь, ну реально, еб***ь, машина. Ребята, всем привет, мы на ВИДФЕСТе. Настя сейчас мне говорит, что это классный шанс подтянуть молодую аудиторию, потому что, честно говоря, моих подписчиков, скорее всего, здесь нет. Хотя, может быть, кто-то есть. Крутое, это то, что мы сейчас с большой командой блогеров поедем в Минск на День Танкиста. Нас пригласил в Wargaming. Будем отжигать Минск. Всем доброе утро, это Минск, День Танкиста. Я проснулся в отеле Хилтон, мы всегда поздно очень прилетели, и обнаружил вот такую вещь от World of Tanks. Давайте посмотрим, что внутри. Вот такая замечательная футболка. Кстати, классное качество, сразу видно, что это хлопок. И, собственно говоря, мой бейдж прессы. И самое главное, что больше всего мне понравилось. Теперь я точно в танке. Сюда приехало очень много блогеров, журналистов, и мы все вот в таких вот замечательных шлемофонах пойдем праздновать День Танкиста. Ребята, я нахожусь в Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны, и хочу вам показать то, что больше всего произвело на меня впечатление. Вот этот самолет называется кукурузник или огородник. Он был сделан из дерева и фанеры, и он был очень легкий, но при этом мог на малых оборотах ночью подлетать к противнику и сбрасывать на него бомбы. А немцы прозвали летчицы, в основном управляли женщины, ночные ведьмы. Катюша. Ее называли органом Сталина за то, что когда выпускались реактивные снаряды, немцы прозвали это органом Сталина именно из-за звука. Листы на лобовом стекле для того, чтобы водитель не ослев во время залпа. Хочу представить вам еще одну очень крутую штуку. Это DJ Google. Эти очки я ждал достаточно давно. Все вы знаете, в PV очки и все возможные другие, которым ребята используют, когда летают на самолетах, на квадрокоптерах. Но все это ерунда по сравнению с вот этими очками. Так, они очень тяжело достаются. Есть. Так, ну что, обзор распаковки делать не буду. Здесь ничего необычного нет. Есть вот такие вот крутые очки. Они вот таким образом вставляются, фиксируются и все. Вот такая вот крутая штука. Что в них самое интересное? В этих очках два дисплея, которые передают изображение в 1080p. Здесь самое крутое качество на данный момент, что есть на рынке. То есть я могу сейчас лететь на дроне, управлять им головой. То есть я могу так шевелить, и дрон будет лететь в ту сторону, куда я шевелю. При этом у меня будет Full HD изображение. То есть как в кинотеатре перед большим экраном. Короче, давайте я вам покажу. Пока закат как раз взлетим. Блин, уже круто. Здесь еще звук есть, вообще нереальный. Я сейчас, Настя, тебе дам, ты посмотришь просто офигеев. Насколько это круто. Бау! Это просто воскресенье. Здесь сенсорная панель, то есть вверх-вниз, там они блокируются. Очень много всяких функций. Вы просто не представляете, что я сейчас вижу. Чем крутые эти очки, что здесь у вас нет никакой засветки экрана, и вы сейчас видите в таком качестве. Просто! Вообще, просто нереальный. Я вижу в каждой квартире практически что происходит. Так, Full Screen, Head Tracking. Вот, Head Tracking Dimble. Теперь я только управляю скоростью, а он будет лететь, куда я буду направлять голову. Во время переправы через реку Дон использовали вот такие плоты. На них переправляли технику, людей. Это все самодельное. Так выглядел полевой госпиталь. Благодаря медикам 70% раненых возвращались обратно в строй. Здесь представлены партизанские самодельные ружья. Они копировали немецкие, либо российские ППШ, гранатометы и самодельные гранаты. Это самодельная пушка, из которой было подбито 4 эшелона. Чем она уникальна? Что здесь ствол взят от танка, колеса от селки. И для того, чтобы выстрелить по патрону, по капсулю, били молотком, либо поленом. В освобождении Минска принимали также французские летчики. Здесь вот представлен двигатель французского самолета, который нашли спустя 20 лет и передали музею. У нас игровая зона. И сейчас будет зачет среди журналистов. Наверное, я всех встречу. Но это не точно. Вот она, настоящая мощь танков. Ребят, смотрите, кто со мной играет в танке. Лев, как тебе? Помоги мне выбрать танк лучше. Короче, бери, есть жирный самый, смотри. ИС-7 возьми. А он почему-то в бою, я не знаю. Да, ИС-4 возьми. Хороший танк. Ого. Большой дуо. Помчали, давай, жми и бой. Как у меня. Я набил 1027 баллов. Это как бы не совсем дно, но не топ. Топ у нас 1300. Ты сколько баллов набрал? 953. Поздравим от компании Wargavin. Ну и поздравим еще раз с днем танкиста. Ура, товарищи! Ура! Ура! Короче, Лев красава на самом деле. Первый раз играл и набрал полторы дейли. Не, вон, хорош. Поехали. Бля, давайте я за мной. Ребят, не даю. Нет. Давай, давай, давай. Держи. Все, стоп. Еще, чуть-чуть. Вот сейчас доедешь, давай. У меня сердце крови обливается. Что ты вот вообще-то побледнел как будто, а? Ничего, мы то, что здесь отъезжали, то, что... Как будто я реально побледнел. Саня, вообще отмороженое. Типа я больше к вам не поеду ни на один оффроуд. Куда ты выглядываешь? Сиди, не двигайся. Надо какой-то... Что-то мало, колеса наравил. Стой, Вова, не дрогай, не дрогай, ничего. На правилу выстрелки, Вова. Не, ну что, слушай, надо... Нет, вообще не... А трасс нормальный. Я у одного блогера видел, так можно делать. Слушай, давай я тебя сейчас зацеплю как бы и зафиксирую. Давай за решет, чтобы надежно. Я сейчас зацеплю. Я зафиксировал, все, очень надежно. Нет, я думаю, что X5M нужно за рычаг фиксировать. За рычаг, давай за рычаг. Давай, я фиксирую, Саня. Давай, давай. Все, я зафиксирую. Я знаю, как надо зацепить. Я видел это в одном кино. Вот так вот, это рабочая схема. Вытаскиваю. Сейчас вытаскивать будем. Запикайте мак, пожалуйста, Витя. Работают профессионалы. Все, что-то не получилось, Саня. Саня, она катится. Она катится. Она катится. Всех операторов вниз. Катится. Давай, пульсик. Да ты не сын. Поехали. Вот, налево, налево, налево. Еще, еще, еще. Налево чуть. Максимум привод оторвет. Все, в общем, литовский. Слава богу, все хорошо. Ребята из BMW, если вы смотрите этот выпуск, все было абсолютно безопасно. Игра актера, на самом деле. Я играл, что мне страшно. На самом деле, там сзади все безопасно было. Я как раз, мне как раз для буханки нужен мотор. Я покупаю у тебя эту машину. Пинькофф банк. Пинькофф банк. Пинькофф с Раденум. Оформляйте, ссылка будет. Точно такая же, кстати, да? Да. Ту горку надо. Это похожая яма. Ту, ту. Или та покруче была? Ну, мы с тобой всегда берем такую горку просто, Сань, понимаешь? У тебя их везет должен всегда ставить. Раньше ставили чуть правее эту горку. А сейчас здесь она как бы здесь как нормально между деревьями поместилась. Сань, ладно, давай сдувать горку. Да-да, все, забираемся. Сань, забираемся. Прямо сейчас здесь, не на сцене, под сценой появляется он. Лейтеной Т-34, встречайте! Сейчас из танка можно будет выпить текилы, не просто так вот наполнен лимонами и лайном, но и прямо, прямо из танка. Смотрите, вот, начинается сервис среди ютюберов. У меня не пробит это, наверное. Как тебе дуло, Тимур? Есть пробитие. Течет, течет! Это World of Danks, я. Wargaming, блядь. Wargaming, блядь. Я. Малый паузра, слез. Виктория. Я иду туда, туда, где меня ждет любовь. Хорошо, ребят, идем гулять по ночному Минску. Это какая улица называется? Цибицкая. Цибицкая, бро. Цибицкая. 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 Да, как звучит? Мы сейчас идем на более крутую улицу, на революционную. Да, на самом деле сегодня воскресенье, все должны уже спать. за всем работа, но здесь движняк такой нормальный мы этот блогеры ходят, тут два блогера ходят в очках а вы? а вы че? а мы так, мы че? самый блогер тут ты, кстати, сегодня все? я диртар! эй! эй! нет!